всем привет вы на канале мотосибирь сегодня у нас новая моделька на видео все хотят больше мощности и в связи с этим представляю вам хаммер bts который называет условно трехсоткой по факту здесь рабочий объем 250 кубиков 248 кубов вариаторный мотор с реверсом вперед-назад нейтральная помощнее многих остальных своих конкурентов своих собратьев кто смотрит ваше видео наверное подчеркнет первое что очень сильно похож на армур 200 макс по факту это так и есть посмотрите как прикольно смотрится оптика сзади полноценная полоса габарита 100 поворотник диодные установлен сразу же нужно подчеркнуть выхлоп примоток который достаточно громкий сидит на двух креплениях кстати не хватает конечно соленблока промежуточного чтобы вибрацию отцепить максимально ну дальше да будет более все понятно посмотрим панель приборов интересная панель приборов жека здесь у нас сигнал поворотники включения света ближний дальний кнопка глушения замотка отмотка лебедки кстати ручки с тиснением уже стоят вроде как уже и не детский квадроцикл далеко но по факту внутреннее тиснение имеется выгиб очень глубокие поэтому подойдет и для ребятишек более раннего возраста даже в семь восемь лет можно пользоваться урок переключения у нас интегрирован сверху как у полноприводных версий вперед назад нейтральная мотор у нас четырех тактный вариаторный имеет мощность 20 лошадиных сил очень серьезный показатель жаль что мы не можем проверить его и показать вам действие потому что моделька была привезена и до момента прибытия приобрели все пять штук которые мы заказали в будущем конечно же обязательно мы будем привозить их потому что это была пробная партия по нашему личному мнению думаю что много кому зайдет данная моделька потому что и комплектация хороша и те кто гонится за мощностью все нужно больше и больше мощности как раз подходящий вариант называет эту модель bts 300 но по факту она не имеет 300 кубов объема освещение у нас конечно же тоже диодное дополнительные туманки стоят чтобы закрывать середину на пластике у нас специально решетка вытеснена есть возможность обдува радиатора здесь достаточно большой масляный радиатор вот отсюда видно ниже на родное крепление стала лебедка на тонну пульта дистанционного в комплекте нету отмотка замотка только на руле по передней подвеске раскидаем полностью все вся рычажная подвеска вся шприцуемая отметим что шары тоже шприцуются не шприцуются только от рулевые тяги рулевой вал имеет опорный подшипник внизу вот так вот тут видно вот он и еще и толкнице стоит для смазки очень удобно из-за этого руль вращается гораздо легче и подшипник ходит дольше за счет того что его можно сплицевать сразу же здесь наблюдаем под моторную плиту мотор не садится напрямую на раму хоть имеет и балансировочный вал здесь прям минимальная вибрация за счет того что есть и балансировочный вал и под моторная плита сайлентблоки под моторная плита посажена на саленблоки на переплетение двигателя а затем через саленблоки дополнительно еще двигатель крепится самой под моторной плите или рампа его называет на вариаторе есть мини шноркель который выводит забор охлаждения воздуха на самый верх очень удобно когда в базе это сразу предусмотрено карбюратор увеличен здесь 28 также он сидит на пневматике бензоклапан пневматический то есть идет минимальная дозация если бежал бы самотеком расход был бы больше так как кубатура уже значительно больше нежели чем стандартные 200 кубовый квадроцикл который имеет в основном объем 170 180 кубов и мощность там почти 15 до 17 лошадиных сил основная часть сейчас современных моделей здесь и еще больше мощности и чтобы не был большой перерасход топлива установлен сразу на пневмоклапан или бензоклапан его называет дуга бампера имеет глубокое крепление уходит в соединение с равным конструктивом в верхней части и внизу крепится также на раму это очень хороший большой плюс что полностью закрывает весь пластик чем бы вы там не уперлись попадаете именно на металлическая металлическую трубу они на пластик который там разлетится при хорошем ударе базе сразу же расширители арок которые на 90 процентов сокращают угол обстрела грязью пассажира и водителя он двухместный здесь полноценное длинное сиденье единственный момент что хотелось бы наверное чуть чуть дальше спинку второго пассажира и более правильный наклон но я думаю при небольших манипуляциях этого можно спокойно добиться на багажнике на заднем тоже имеется крепление полноценное на который садится спинка для второго пассажира обе багажник имеет пластиковые накладки платформы очень большой большое расстояние для ног пластиковые подножки достаточно большие и здесь есть всегда подпятник правда дабы хорошему можно было бы еще вложить металлическое крепление мотор не имеет кик стартера в этой комплектации и пока к сожалению не дает возможность покупать себя ручным стартером хэдап стартер надеюсь будущем появится эта модель еще и с ручным стартером в том числе было бы очень удобно сигнализация точнее детский контроль в комплекте на расстоянии можно глушить очень удобная опция пластик мягкий он не окрашенный он гранулированный в разрезе имеет единый черный цвет сверху покрыт лаком поэтому никаких плешек никакого протирания ничего как никакая краска не отвалится максимум что он отвалится и достаточно быстро это наклейки которые наклеены поверх этого пластика максимальную скорость мы пока не можем проверить но производителем она заявлена 75 километров в час может быть конечно 75 не будет у 70 точно поедет исходя из передаточного числа на звездах вот литье балансировочного вала достаточно большой в наверное 10 процентов 50 от самой массы колена поэтому справляется со своей задачей в комплексе с рампой очень даже неплохо приятно на это посмотреть погнали дальше бак слабое место потому что имеет небольшой объем здесь 5 литров с копеечками конечно для современных квадроциклов которые наращивают массу и объем баков это не очень хороший показатель но в среднем я думаю порядка 100 километров будет проезжать все равно натяжитель цепи имеется цепь у нас усиленная 530 аж в принципе здесь все достаточно неплохо гайки мощные на карандаше на оси также у нас современная натяжка цепи картридж развертка разворачиваете цепь натягиваете затем окружность меняется цепь ослабляется поэтому датчик скорости электронный сразу же правильно вывели шар для прицепного здесь усиленный маятник новый штамп с усилителями жесткими но все же не хватает таводинцы надо просилить отверстие нарезать резьбу и поставить таводинцы чтобы можно было шприцевать спокойно маятник и не разбирать его отмечу что есть очень важный момент есть очень важный момент касаемо 2 опоры вот она вал отбора мощности на него одета звезда он выходит из редуктора реверса и вот здесь вот крепление сейчас мы его стоит стороны еще попробуем показать вот она крепится на уши в тех квадриках современных которые производители пытается сделать все по уму обязательно такая опора присутствует это дает очень большое преимущество потому что ремонт коробки передач достаточно не дешевое дело и по факту со всеми квадриками у кого нету этой опоры до 5000 километров редуктор разваливается особенно те которые не очень сильно любят за натяжкой цепи он постоянно при на нагрузке когда вы газуете цепь имеет натяжение и по факту тащит вал на себя потом газ отпускаете он расслабляется то есть он туда-сюда 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 вал натягивает и исходя из этого вот здесь вот шеф шестерни идут зацепление они дорожки себе делают и съедает потихоньку накость становится зубья съедает покой по потихоньку зубья и мы после этого идет забегание и затем выламывает крышку все это наружу вываливается все приехали никуда больше не увидишь здесь этот момент сиден самому минимуму это не будет происходить особенно если вы следите за натяжкой цепи поэтому будет вообще здесь все отлично и это уже доказано временем особенно один из таких серьезных представителей как у как микелон доказал это напрямую что с редукторами у него нет проблем от слова совсем только по износу когда проезжает достаточно очень большую на километраж когда работают они на прокатах по естественному износу уже меняется шестерни сзади амортизатор красавчик также как на армуре на 200 макс так же как на микелоне стоит с возможностью регулировки амортизатор и пневмоклапан пружина винтовая можно делать сжатие и отбой так как вам нравится жестче или мягче либо подтип покрытия настраивать либо под вес перевозимого груза с передними та же самая история такие же аморты только длина у них покороче общая вот такой вот интересный продукт мне честно говоря очень сильно понравился я думаю что если будущее будет модернизация и доделают некоторые мелкие моменты будет очень очень-очень думаю будет прикольно будет один из на рынке один из лидеров продаж данном сегменте тем более что данная моделька стоит средней ценовой политики не более там 250 тысяч рублей мы знаем если изучаем рынок что сейчас на 200 кубовые квадроциклы уже более-менее приличие стоит 250 и даже выше многие из них вообще не имеют таких показателей он возьми вот аленд или авантис там в которые старые допотопные стоимость под 300 тысяч очень много недоделок и реверс редуктора также вываливается и заднимает их слабый и многие другие моменты и пластик не окрашены без грунта и тому подобное кстати колеса у нас на 10 имеет новые литые диски сейчас такие литые диски будут попадаться в различных новых моделях китайцы придумали новую форму 22 10 на 10 сзади и 23 7 на 10 спереди стандартный размер шуму можно очень легко приобретать никаких проблем не возникнет в этом отношении и конечно же хотелось бы сюда двенадцатые колеса потому что мотор позволяет вращать у их с легкостью двенашки были бы вообще просто офигительно стояли но кто-то скажет можно поменять двенашки на десятки будут одна проблема маятник должен быть дальше потому что здесь на двенашки будет фактически доставать в притирку будет с пластиком либо нужно что-то мутить пластиком а так в принципе поставить здесь убрать десятки поставить двенашки в принципе такая возможность и с тем более разболтовка здесь стандартная двенашка тоже сюда залезет спокойно вот такой вот аппарат ураган конечно метет будь здоров на газ отвлекается просто мгновенно и тяга просто пола паровозная я бы даже сказал что немножко наверное даже лишнее поэтому заказывайте привезем обязательно сейчас пока только в черном цвете классический потому что мы у нас по статистике черный цвет продается больше всего какую бы модель бы не брали там почти всегда черный цвет в лидерах продаж у нас магазин motosibir55.ru сайт можете проходить очень много техники и квадроциклы и мопеды и скутера и мотоциклы дорожные эндуро кросс пидбайки все на свете есть очень выгодная стоимость даже если вы житель других регионов отправляем технику транспортными компаниями для физлиц есть возможность частичной оплаты 20 30 процентов оплатить по факту заключения договора и 70 80 процентов по факту отправления или по факту прибытия ваш регион зависимости от региона также можно оформить покупку в кредит на нашем сайте motosibir55.ru на главной странице и даже если вы житель с другого региона частично или полностью хотите оплатить оформить покупку в кредит это все возможно будут какие-то вопросы в описании будет ссылка контактный номер телефона для заказа обращайтесь помогу разобраться с теми или иными вопросами выбрать действительно надежного и самого лучшего в своем ценовом сегменте друга для того чтобы была беспроблемная эксплуатация ну и по факту чтобы хотелось бы еще сказать что на данный момент в наличии очень много различия техники переходите в описание там будет ссылка на наш официальный сайт у нас очень большой объем различия техники от мала до велика начиная от самого мелких квадроциклов заканчиваем серьезными полноприводными отправляем в любые регионы на самых выгодных условиях например вот такая моделька доезжает до владивостока за одиннадцать с половиной тысяч рублей или за шесть семьсот до москвы в заводской упаковке также отправляем и в собранном виде кому как нравится спасибо что были на нашем канале всем всего доброго всем пока и поддержи это видео лайком и напиши комментарий понравился тебе аппарат или нет взял бы ты себе бы такой если тебе нужен был задний привод вариатор цепь или нет тем более что цена на него очень очень приличная пока только техника зашла всегда дает очень хорошую цену затем как обычно популярность набирает моделька и цены тут же начинает расти в связи с хорошей покупательской способностью всем всего доброго всем пока пока